налога и 0 процентов от всех остальных собираемых здесь налог. Мне-то от этого не холодно, не жарко, скорее даже холодно, потому что это приводит к тому, что в Москве невозможно купить жилье абсолютно никак, потому что там очень много денег и очень тяжело съемать жилье, очень все дорого, от платной парковки до 50-55 рублевых поездок на метро и так далее, и так далее, и так далее. То есть от этой централизации проигрывают все, кроме тех людей, которые когда-то, 15 лет назад, подумали и придумали мысль, которая показалась жутко классной. Если на местах оставить деньги, их там разворуют, поэтому давайте мы их все соберем в одну пубышку и разворуемся. И это, конечно, правда, на местах тоже воруют немало, и вы можете рассказать много историй, да, там, от племянницы Ткачева до там, но все на местах, там можно контролировать, и это легче контролировать. В Москве же все это входит просто в черную дыру. То есть тезис сегодня централизации абсолютно понятен, его тоже можно рассказывать на каких-то очень простых примерах. И я не буду, наверное, долго про это говорить, но так с каждым нашим тезисом. Каждый можно объяснить, про каждого можно рассказать. И мы этим будем заниматься летом достаточно много, мы будем там уподробливать, детализировать нашу программу, расписывать все тезисы гораздо подробнее, будем делать такие, ну, там, такие прошурки, типа ответов на часто задаваемых вопросов, не знаю, как громко звучит, там, пособие агитатора, что-то такое. То есть такого рода там методические материалы у нас тоже обязательно будут. Я вас уведяю, полку прошлых компаний, полку просто жизненному, там, все это работает, и все это позволяет людей убеждать или убеждать. Надо только просто немножко поверить в свои силы. Потому что главный наш враг, и самый страшный наш враг, это одна простая фраза, ничего нельзя изменить. Ничего нельзя изменить, и все, шторка упала. Зачем? Ничего нельзя изменить. А наш ответ на это какой? Делай что должно, и будь что будет. Простая, но моральная и морально правильная максимум, с которой выигрываются самые удивительные политические компании. И будет выиграна эта политическая компания, и я в это очень сильно верю. Друзья, спасибо большое, я готов ответить на любые вопросы. Точнее так, я готов ответить на любые вопросы по организации компании. И постараюсь ответить на любые вопросы там по программе и по всему остальному. И Мирослав тоже не хочет что-то добавить, я может ответил на какие-то вопросы по организации работы здесь. Да, пожалуйста. Мирослав, слышно будет? Ну, я повторю микрофон, если что. Хорошо. У меня, к вам, будет два вопроса. Первый. Вы уже сказали о том, что, в принципе, вот эти вот пункты, шесть пунктов программы Навального, они понятны все. Дело в том, что эти шесть пунктов есть в каждой программе. И когда ты беседуешь с человеком, который в политике не особо шарит, да, вы говорите, они спрашивают, чем отличается программа Навального от программы Путина. Потому что вот эти шесть пунктов, они есть и у Путина, и у Жириновского, и у Навального. Нет, ну это, конечно, просто не так. Это значит, что вы плохо изучили программу Навального и программу Путина и Жириновского. Нет, безусловно, ни судебные реформы, ни борьбы с коррупцией в настоящем виде через введение уголовной ответственности за незаконное обогащение и так далее, и так далее, этих всех пунктов нет. Кроме того, есть что-то, что Навального существенно отличает, да, так сказать, от Путина или Жириновского. У Путина уже было 17 лет времени, да. 17 лет, когда мы ждали удвоения ВВП, и сейчас мы пришли к Пуру ВВП 2006 года, да, когда мы понимаем, что там, если в 2005 году могли быть иллюзии и надежды на светлое будущее, то сейчас мы знаем, что эта власть уже точно не в состоянии ничего изменить, да, все, что она способна, это вот, ну, там, пилить нефтегазовый сырьевый доход. И, ну, как бы, это тоже вещь, которую достаточно, наверное, просто объяснять. В нашей программе есть достаточно четкие и понятные шаги, но можно углубиться по каждому из направлений, там, судебные реформы до, там, межбюджетных взаимоотношений, которые очень конкретные, измеримые, и которые, конечно, явно отличаются от того, что власть делала или делала вид, что делает последние, там, 10-15 лет. Хорошо. И второй вопрос. Уже упомянутая тема про Сирию. Понятно, что война это плохо, да, но следующий такой вопрос, опять же, дискутируя с представителями молодой партии Единой России, очень задушу и вперед к вопросу статусе Крыма. Собственно, вопрос такой политический, да, и направлен, прежде всего, на выяснение позиции Навального. Да, значит, я могу только процитировать то, что Алексей говорил на каждой из 15 встреч, потому что вопрос, есть два вопроса рекордсменов. То есть, вот это уже 16-я встреча. И есть один вопрос, который прозвучал 16 раз, это вопрос про Крым, и еще один вопрос, который прозвучал 15 раз, но прозвучит обязательно сегодня, я могу его тоже задать, это призывная армия или контрактная. Обязательно вот кто-то из молодых юношей спрашивает, контрактная. Значит, про Крым. Я могу только процитировать то, что Алексей говорил уже много раз. В мире есть определенное количество болячих, неразрешимых территориальных проблем, которые тянутся годами и десятилетиями. За последние 43 года ничего не произошло статусом Северного Кипра. За последние 35 лет ничего не произошло статусом Фольклендских островов. За последние 50 лет, да, 54 года, ничего не произошло с палестинскими территориями. И не произойдет. И Крым сегодня, это еще одна такая точка на карте мира. Это плохо, что эта проблема была создана, мы нарушили международные договоренности, мы попали под санкции, мы подорвали доверие к России как к партнеру, с которым можно о чем-то договариваться. А в результате, и там эти санкции будут, очевидно, долго и длиться, и не будут сняты, но в результате мы получили вот такую территориальную проблему, с которой, скорее всего, не справятся ни наши дети, ни внуки. Потому что там сколько не примет ООН-резолюции по Фольклендам, или Северному Кипру, или Палестинскому территорию, мы прекрасно понимаем, что ничего там не изменится. И с Крымом будет так же. Это объективная реальность, ее достаточно тяжело принимать, это не очень популярная точка зрения, но мы говорим то, во что верим. То есть весь опыт политический показывает, что это будет так. Да, пожалуйста, Зонтик. Я имею два вопроса. Первый вопрос. Как будет обеспечиваться безопасность волонтеров? И второй вопрос. С кем из политических сил вы считаете приемлемым взаимодействовать? И общественное движение, там, открытая Россия, яблоко. В каждом штабе, даже самом маленьком, одна из ставок, это ставка юристов. И плюс федеральная ГДЧ-юридическая линия. То есть там от оформления заявок на викеты, до выездов на какие-то, не знаю, незаконные задержания, или угрозы, или еще что-то такое. Обязательно это там фундаментальная часть. Понятно, что безопасность штабов, это важнейшая часть работы штабов. Да, конечно, регионы разнятся. И будет накладываться местная специфика. И окей, я не удивлюсь, если когда Мирослав составит свою вот эту табличку, о которой я очень долго говорил, то в Краснодаре по сравнению с Новосибирском окажется поменьше процент тех, кто запишется в уличную агитацию, и побольше процент тех, кто запишется в агитацию онлайн. Это объективная реальность, с которой мы сталкиваемся и опять же смотрим на мир реальными глазами. Значит, будем работать там с тем, что есть, и так, как есть, исходя из тех возможностей, которые у нас есть. У нас это главная сквозная линия всего моего выступления. У нас нет других возможностей, кроме вас, 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 и всех тех, кто сидит в этом зале. Значит, поэтому мы ничего не можем навязать, мы не можем вас заставить делать что-то, что вам не нравится, или что вам воспринимается как слишком рискованное, например. Вы будете делать то, что вы захотите делать, а задача штаба вам в этом помочь. Поэтому, ну вот, вот ответ на вопрос про безопасность. Что касается... Какой был второй вопрос? А, сотрудничество. Что касается сотрудничества с политическими организациями. Это какой-то миф, что надо сотрудничество с политическими организациями. Ну, окей, то есть мы можем не ездить по регионам, а собрать в Москве 10 крупных столов, не знаю, там, с уважаемым Григорием Алексеевичем Явлинским. И путем долгого переговорного процесса за три месяца достичь соглашения о сотрудничестве с партией Яблоко. Ну, окей, это для тех, кто имеет опыт взаимодействовать, с партией Яблоко прозвучит как анекдот, но это условный пример. Это условный пример. Мы потратим это время, кстати. Что от этого изменится? Верно ли, что к нам в штабы хлынет какой-то вот поток волонтеров от партии Яблоко, потому что мы подпишем с Григорием Алексеевичем соглашение с сотрудничеством? Да нет, потому что не пастух он и не хозяин. Наша стратегия заключается в том, чтобы работать напрямую с людьми и обращаться не к структурам и организациям, а к людям, к волонтерам, убеждать их, что это важное дело, участвовать в нашей компании, убеждать их, что это важное дело, тратить свои деньги, время, другие ресурсы на эту компанию. Работать напрямую. И нам без разницы. Человек себя идентифицирует в этом смысле, как там сторонник партии Яблоко, Парнас, Открытая Россия, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Ну там, окей, мы открываем штаб в Краснодаре, у нас координатор Мирослав, который, там, НАЦДЕМ, там, СОП, там, НДПС, там, и так далее, а потом поедем открывать штаб в Калуге, где, там, Кирилл Самодуров, либертарианец, а потом поедем, там, открывать штаб еще где-то, где еще... Нас это вообще не смущает. То есть мы смотрим на то, что человек хочет с нами работать, на его деловые качества, на то, что он может внести в компанию, и мы не проверяем ведомость уплата членских взносов в той или иной организации. Мы открыты абсолютно для всех, для всех людей. И поэтому мы не видим специального смысла в том, чтобы, там, сотрудничать с организацией. Мы хотим сотрудничать с людьми. Но, если говорить конкретно про открытую Россию, то вы знаете, что Михаил Борисович Катарковский высказался в нашу поддержку, в поддержку кандидатуры Алексея, совершенно официально, и мы, безусловно, ему за это благодарны, так и благодарны всем, кто публично говорит о поддержке кандидатуры Алексея. Далька и Марк, по поводу безопасности, дело в том, что ставка юриста пока вакантна, если вдруг кто-то обладает такими возможностями, образованием, умениями, пожалуйста, обращайтесь, будем рассматривать наши резюме. Вопросы? Да, пожалуйста. Добрый вечер. У нас 26 марта тоже был митинг, он прошел достаточно жестко, прям очень смешно. Я повторю. У нас все было очень жестко, к нам на митинг пришли провокаторы, они попали на видео, их было двое, кинули бомбу. Полиция бездействует. Бомбу лэй. Ты не могу бушать. На самом деле было больше. Просто в объектив попали только двое. Я уже ушел, так как побоялся, потому что полиция просто угрожала, как кавычка. Они заводили драйву с нами. Я отвечу. Значит, провокаторы, тут все очень жестко. Тоже тут вопросов о региональной специфике. Ну да, то есть когда я опять же планировал бюджет компании, я так про себя прикидывал, окей, там на Томск или Кострому мы поставим, чтобы забюджетировать тревожные кнопки, а на Краснодар и Ростов придется, значит, там бюджетировать ставку охранника, наверное. То есть она есть, там в региональной специфике есть. Это опять же объективная реальность, которой надо смотреть в лицо, как бы, ее не надо прятаться, да. ну мы будем работать исходя из нее. Что касается там провокаторов, что касается кого там бездействия полиции, в тех или иных случаях, мы должны делать то, что мы можем делать. Окей, фиксировать. Сейчас я, вы меня натолкнули на одну более широкую мысль, которая мне кажется важной, чтобы вы здесь проговорили. За последние годы в современной России у нас очень повысился болевой порог. И у нас, в нас, тех, кто там следит за политическим фоном, неравнодушно, ну очень-очень выросла там толерантность к каким-то вещам. Ну сгоняют школьников на митинг. Ну это так принято. Ну вот там, не знаю, казаки блокируют нас в административном здании. Ну это вот так тут заведено. А учителя переписывают протоколы, ну это так принято. И так далее, и так далее. Но вообще-то, нам не надо ничего специального придумывать, иметь возможность постепенно со всем этим навести порядок. У нас есть вполне конкретная статья действующего уголовного кодекса. Не надо ничего придумать. Которая предусматривает ответственность за удержание людей в здании, заблокирование зданий и так далее. У нас есть вполне себе действующая статья уголовного кодекса за принуждение к участию в митингах. Или когда мы смеемся предыдущего, как здорово, как весело, 26 марта прошли огромные митинги по всей стране, а все СМИ про это не написали. Ха-ха-ха. Но вообще-то, есть такая статья, которую я очень хорошо знаю, 144-я, поступят в свои законные профессиональные журналистские деятельности. Она вот про это, как раз, как раз про это, про то, что кто-то отдает команду журналистам, про это ни в коем случае не писать. А есть 142-я, про фальсификацию избирательных документов. Тоже вполне содействующая. По ней практики нет. По 142-й за всю историю России там привлекалось 4 человека. По 144-й 7, включая меня. И так далее, и так далее, и так далее. Я попадал, я писал заявление. Ну, Бог, то есть я это к чему? Окей, пока мы можем это только фиксировать, но это не так мало, потому что, хотя мы как-то вот привыкли к этому быть толерантны, но это настоящие, в самом деле, что серьезные преступления, а не хихоньких армургий. И мы все это будем фиксировать. У нас есть, и замечательный проект «Черный блокнот», и вообще есть много других инструментов. И в прекрасной России будущем все эти преступления будут расследоваться честным профессиональным следствием, и люди будут осуждены, которые виноваты в этих преступлениях справедливым компонентом судов. И все будет хорошо. Ребята, секундочку, по поводу 26-го числа, по поводу 26-го числа и этих провокаторов мы будем с открытием штаба вести свое, так скажем, журналистское расследование, нам журналисты многие будут помогать. Поэтому, если у вас есть какие-то фотографии, массив видео, доказывающие какие-то факты, обязательно приходите, присылайте, приходите в штаб, будем дальше расследовать, так просто мы это не оставим, будем до конца. так, пожалуйста. Время, позволяет ли мне по вопросу? Да, пожалуйста. Первый, если, я вижу вашу компанию как борьба с нерациональным использованием средств, благ, которые принадлежат народу, в том числе коррупция, это, что иное, нерациональное использование средств. Вопрос такой, как вы относитесь, я, к сожалению, не видел отсылок, может быть, я посмотрел, отношения Алексея Навального к РПЦ. О, это, кстати, тоже один из самых популярных вопросов про отношения Алексея Навального к РПЦ, мне не очень уютно на него отвечать, потому что я не Алексей Навальный, а вопросы веры и доличные вопросы, но я попробую процитировать близко к тексту. Алексей Навальный говорит следующее, я православный человек, но мои чувства невозможно оскорбить, потому что, ну как, бог по ругам не бывает, да, и, как бы, то, что РПЦ, там, ведущая эту связь в России, это ох, то, что люди, там, хотят ходить в храмы, это прекрасно, то, что РПЦ берет на себя функцию прокурора и говорит, посади вот этого, потому что он ловил покемонов, и посади вот этого, сегодня в Иркутске очередная уголовка по оскорблению чувств верующих, потому что мы тут оскорбились, мы тут оскорбились, и встает в один ряд бесконечный с вот этими любителями пооскорбляться и дает только повод, это, а, позорно, б, так быть не должно. То есть, в этом смысле позиция Алексея Навального, насколько я пытаюсь близкую к тексту изложить, заключается в том, что должна четко соблюдаться такая 14-я статья Конституции, церковь должна быть жестко отделена от государства, и тогда у всех все будет хорошо. Да, я вас понял, я не в том контексте, что не нужно никому верить в свободу для распорядания, это, несомненно, то, что должно быть, я в том формате, в котором религия преподносит нашему государству, когда патриарх Хиреев имеет возможность я вот об этом. Я вас понял, и второй вопрос, он достаточно специфичный, и я не уверен, что он будет уместным, но я вас задам по поводу терактов в Питере. Немного проаннексировав информацию, сравнив исторически, например, с 11 сентября, приходит такой вывод, что это возможности влияния нынешнего государства на события, которые происходят. И мы видим рычаг давления в виде игрушек, который тоже непонятно кем профинансирован, и мы видим теракты, которые как никогда все-таки создавались я понял вопрос. Давайте так, я скажу, вот тут я не буду отвечать за Алексея, он выйдет из спецприемника, его, правда, журналисты многое спросят, и он расскажет. Вот тут я за себя скажу. Вот, я в конспирологию не верю, и считаю, что надо руководствоваться принципом бритвы Акама, и что конспирологические объяснения всегда неверны. И я не присоединял свой голос к пору тех, кто говорил, о, как, кстати, тут теракт случился, Путину надо было переключить повестку, бла-бла-бла, я в это не верю. Почему? Первое, потому что я знаю, что в политике не работают сложные схемы многохотопки. Потому что эти люди не умеют там, блин, дворец украсть, так, чтобы это не было заметно и в публичных источниках не связалось. Вы точно уверены, что они могут там сложную конспирологическую операцию замутить и не спалить? Это первое. Второе, ну, представим себе теоретически планирование операции такого рода. Какое количество людей оно должно вовлекать? То есть, все равно там есть какие-то чейнов команды, это цепочка. То есть, кто-то приказал этому, 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 и тот в итоге там это сделал. Но все люди в этой цепочке должны понимать, что они там, типа, теперь носители адского кого-то секрета и первый, второй, третий, четвертый номер очень идти просто на физическое устранение. Ну, я считаю, что там конспирологические объяснения базово почти всегда или всегда не верны и к ним надо прибегать посреднюю очередь. Но это не отменяет другого. Это не отменяет безусловной политической ответственности власти за то, что происходит. Эти люди под видом борьбы за безопасность, борьбы с терроризмом раздули адские бюджеты. Да, у нас 34% государственного бюджета военно-полицейских бюджетов. У нас самое большое количество в мире сотрудников полиции на то, что население при этом одно из самых больших один один из самых больших процентов убийств насильственных преступлений. У нас я знаю, почему теперь после моих 10 суток я знаю, почему это происходит. Потому что когда мы ездили короче на апелляцию из КПЗ значит в Мосгорсуд это мы уехали типа из спецподемника в 9 утра вернули 10 вечера и все это время со мной было 8 сотрудников полиции. Вот. Значит эти люди несут ответственность за то, что они адски закрутили гайки под лозунгом борьбы с терроризмом а в наших городах продолжают взрываться бомбы. За то, что есть какие-то бесконечные штаты и бюджеты центров которые ловят школьников на митингах и ничего не могут делать с терроризмом. Терроризм есть. Он будет продолжаться в терракте к сожалению как мы видим происходит во всех развитых странах и вообще во всех странах. С терроризмом очень сложно бороться. С террористом одиночки совсем невозможно. Но один метод есть единственный это агентурная работа. Ты должен кропотливо работать и не дать своих людей и получать информацию. Вместо этого наше государство имитирует борьбу с террористом и в том же самом Питере на каждой станции метро стоят по 4 рамки которые были всегда выключены а теперь включены. Но деньги на них освоены. То есть мы видим что идет адская имитация борьбы с терроризмом и в этом смысле безусловно политическая ответственность за произошедший теракт лежит на власти. И в других странах такого рода провалы приводят к серьезным подставкам. Пожалуйста. Здравствуйте, Леонид. Хотел задать подразделение два вопроса сложившихся. Первый вопрос к будущему агитатору. Я хочу узнать. Я разговариваю с человеком который вырос при советской власти он знает что такое коммунизм он знает что такое демократы где-то свыше что такое либералы мы не знаем кто такой Путин кто они они просто бывают мы не знаем кто они кто Навальный как я должен говорить людям кто он понимаете в России не работает вот эта маркировка левый правый коммунизм демократ это правда это хороший вопрос а Путин он кто он там либерал ну да у нас извиняюсь одна из не многих стран где плоская плоская ставка подоходного налога и одни из самых маленьких налогов на малый бизнес если говорить про упрощенку да вроде как свобода предпринимательства туда-сюда он социалист ну да очевидно потому что риторика про то что надо всем как можно больше раздавать покупать бюджетников доводить зарплаты до средней по региону и так далее она является жутко важной он националист да потому что он играет в советских имперских нотках очень на самом деле это вообще все не про это он ни то ни другое ни третье путин он про и поэтому поэтому есть системные либералы есть системные левые системные националисты националистическое движение раскололось после событий 2014 года когда часть его побежала закрыл все простим а часть осталась принципиального позиции как левое движение очень расколото как либеральное движение расколото потому что мы видим с одной стороны тех кого называют либералами а клеймят либералами. А с другой стороны мы видим Уликаева, Силуанова, Набиуллину и так далее. То есть вся эта маркировка не работает в российских политических реалиях. Путин, он про патернализм. Путин, он президент для тех, кто готов согласиться с тем, что за них все решат. Ну то есть раньше это был этот социальный контракт. Мы воруем, вы не лезете в наши дела, но у вас есть иномарка в кредит и путевка в Турцию. Раз вот сейчас этот контракт, когда с путевкой в Турцию стало не очень хорошо, он как-то модифицируется в сторону того, что ну по крайней мере у нас стабильность и мы не голодаем, и у нас продолжается не трогать. Но в целом это вот такой патерналистский политический контракт. Вы не лезете в дела государства, вы никто, вы не должны интересоваться тем, что в государстве происходит. И как он управляется. А Навальный это человек, политик для тех, кто с этим не согласен. То есть в таком ключе, да? У нас нету. Хорошо, я понял. Когда я перехожу к второму вопросу, я конечно хотела задать его лично Алексею, но раз это случилось. Мне очень нравится, когда на открытии фронт-штаба стоит там реально большая очередь с селфи с Алексеем, и кто-нибудь видит, что она нестоябельна, потому что мне думают, можно я хотя бы сфанусь. Ну вы продолжайте. Просто так немножко, когда предвкушая беседы с людьми, голосовали всю жизнь за Путина, да? И когда ты им будешь говорить, что ну смотрите, он 17 лет до власти, он не уходит там, Медведев Путин, Путин Медведев, да? И вот где у нас будет гарантия, что вот пришел Навальный, он отработал свои два срока конституционных, ну и что, ребята, до свидания. Ну, есть публичная декларация Алексея, об этом говорит на каждой встрече, что во-первых, он вернет четырехлетний срок президентской полномочии, и во-вторых, если он будет хорошим президентом и поймет, что можно идти на перевыборы, он на них пойдет, но больше двух сроков работать не будет. Ну, как бы, доказать, что ты верблюд очень сложно, даже если ты поворачиваешься и говоришь, что верба нет, тебе иногда добывают безгорбые верблюда. Ну, то есть, это, ну, есть устная декларация на этот счет, и вот, это так. Да, пожалуйста. Патронович, скажите, пожалуйста, когда Алексей Навальный станет президентом, какая судьба ждет крупные предприятия, такие как «Газпром», «Роснерс», «Банки», «Антимальские» и «Антимальские»? Это хороший вопрос. Я на него попробую ответить в более общем ключе. У нас сейчас в России 85% экономики – это государственная экономика. 15% – это частная. У нас расходы федерального бюджета 16 триллионов рублей, доходы 13 триллионов рублей, а программу госзакупок одной Роснефти 4,5 триллиона рублей. То есть треть доходов федерального бюджета тратит Роснефть, хрен знает на что, но в итоге мы знаем, что одна и та же труба нефтяная, пока она идет по территории России, стоит за погонный километр в три раза дороже, чем та же самая труба, того же самого диаметра стоит на территории Польши и Германии. И это дает представление об эффективности госкомпании. Но мало того, что они воруют огромные деньги. А, общий объем госзакупок у нас 7 триллионов рублей, а объем закупок госкомпаний по 223 ФЗ 26 с хвостиком триллионов рублей. То есть два федеральных бюджета российских, и если они воруют хотя бы половину, а я, честно говоря, думаю, что это оценка снизу и воруют они больше, то оттуда уходит один целый бюджет Российской Федерации. Просто только лишь на неэффективных госкомпаниях. Это, кстати, а и ответ на вопрос о том, где взять деньги, и ответ на вопрос, почему вы ставите борьбу с коррупцией впереди всего. Но я отвлекся. И вот нам предлагают такую дискуссию. Почему у вас нет, Навальный, конструктивной программы? Вот же Минфин, во главе с замечательным молодым Максимом Орешкиным, предлагает налоговый маневр. НДС делает 22%, социальный налог делает 22%. То есть НДС с 18 до 22 поднять, социальный с 32 до 22 опустить. Вот же конкретика. А вы пойдете с цифрами и поспорьте. И поспорьте. И расскажите, что НДС должен быть там не 22, а 21 с половиной. А ЕСН не 22, а 23 с половиной. Вот это будет серьезный разговор. А у вас тут все популизм какой-то. Давайте коррупцию победим и заживем хорошо и счастливо. А мы отвечаем. Вот эта вся дискуссия, которую нам пытаются навязать, является ложной эффективной дискуссией. Потому что это дискуссия о том, как бы еще отжать вот эти 15% бизнеса, которые как-то живут, чтобы прокормить все и все аппетиты. Чтобы реально там питью хлебами 145 миллионов человек прокормить. Потому что уже и так и сяк вот этот там малый и средний бизнес со всех сторон чем-то обложен. И вот это будет.